Всем привет! Поздний обзор, осталось немного времени, но лучше поздно, чем никогда. Для того, чтобы поучаствовать в этом проекте, нужно пройти KYC до 18.00 по UTC или до 21.00 по Москве. Сейчас расскажу вам общую информацию. Прохождение KYC занимает всего лишь 15-20 минут, поэтому вы можете еще успеть. Сейчас расскажу общую информацию, кому неинтересно будет, можете переходить по таймингу. Итак, проект AllArt Protocol проводит IDO 21 декабря 2021 года в 18.00 по UTC или в 21.00 по Москве. Как я понимаю, на IDO предоставляется токен ART и NFT, плюс еще много разных подарков для определенного количества участников. Токен ART – это внутренний токен протокола, который будет использоваться в экосистеме продуктов, проектов и услуг. Сюда входят SolC, это единственный открытый рынок NFT на Solana, VR AllArt, метавселенная галерей и музеев и кошелек Unity Solana, являющийся важным связующим звеном между разработчиками игр и блокчейном Solana, а также многие предстоящие продукты, которые в настоящее время находятся в разработке. IDO будет использовать механику Mango S с одним важным дополнением KYC и KYB. Все участники должны пройти в белый список до IDO, чтобы получить Civic Pass. Civic обеспечивает соблюдение законодательства и устойчивого развития экосистемы в будущем, устраняя мошенничество и ботов, то есть мультиаркинг. Все заинтересованные участники могут подать заявку как можно скорее. KYC для частных лиц до 21 декабря, а в 18.00 по UTC. KYB для учреждений до 17 декабря, уже как бы время прошло, да. Все участники IDO будут вознаграждены NFT из уникальной коллекции All Art Circle. Также 1250 участников получат специальные подарки. Это 100 VIP-коробок с товарами, в которые входит гарнитура Oculus Quest 2 VR, 2 футболки и пофирменной наклейке. Половина из них будет вручна 50 лучшим участникам, а половина будет отправлена рандомно в виде розыгрыша. 200 коробок с эксклюзивными худи от All Art. Худи будут награждены одним из лучших авторов в числе следующих участников от 51 до 250. И 1000 коробок с эксклюзивными футболками All Art. Каждая футболка будет разослана лучшим оставшимся участником из 1250. Итак, теперь о коллекции All Art NFT. Держатели NFT из коллекции Circle получат доступ к All Art Metaverse и исключительные возможности в исследовании мира NFT. Все участники IDO получат единый NFT со специальными утилитами. То есть холдеры NFT получат множество всяких привилегий, разных возможностей быть в числе первых, так сказать, и получать в этой экосистеме какие-то плюшки раньше остальных. Как получить NFT от All Art? Мы рассмотрели, что необходимо попасть в белый список, подать заявку, получить Civic Pass перед входом в IDO. Далее мы должны понимать, что минимальный взнос составляет это 200 долларов. NFT будет распространена среди всех участников через неделю после окончания IDO. Все купленные NFT будут распространяться на SolSea.io или на открытых рынках, созданных All Arts. Какова будет польза и ценность от этой NFT? Каждый Circle NFT будет иметь определенные преимущества и полезности, например, как эксклюзивный доступ к частным чатам и клубам, которые станут центром дискуссии о пространстве NFT, протоколе и его будущих продуктах и услугах. Всего будет 4 уровня ценности. Это Platinum, Gold, Silver и Bronze Circle. То есть 4 круга. Platinum Circle включает эксклюзивные аукционы, организованные для All Art NFT холдеров. Эксклюзивное членство в приватном чате Platinum Circle, эксклюзивный частный VR-зал для встречи в метавселенной. Также Platinum Circle будет включать в себя все привилегии всех остальных уровней ценностей, то есть золотых, серебряных и бронзовых. Gold Circle включает эксклюзивные выставки, организованные для All Art NFT холдеров. Также доступ к предварительным продажам дорогостоящих NFT-дропов, один к одному. Эксклюзивное членство в приватном чате Gold Circle. Уровень Gold Circle также включает в себя преимущества Silver и Bronze Circle. Silver Circle включает в себя предварительный доступ к виртуальным активам для метавселенных. Предпродажный доступ к выбранным NFT-дропам. И эксклюзивный доступ к ночным играм NFT дает шанс на победу. Уровень Silver Circle включает в себя утилиты Bronze Circle. Далее Bronze Circle это эксклюзивные аирдропы для владельцев NFT, ранний доступ к Call Art метавселенным и Joker. Joker, что такое Joker? Джокеров доступно всего 6. Это 3 серебряных Джокера, 2 золотых и 1 платиновый. Например, владение чертой платинового Джокера даст вам доступ ко всем платиновым утилитам. То есть вообще топчик. Черты будут распространяться по NFT после завершения IDO, сортируя всех участников по категориям в зависимости от их вклада. Platinum Circle 50 лучших участников. Gold Circle это следующие 30% участников. Все участники будут владеть NFT со всеми чертами, утилитами из Silver и Bronze Circle, за исключением черты Джокера. А золотые черты будут рандомизированы. Silver Circle следующие 35% участников. Все участники будут владеть NFT со всеми чертами Bronze Circle, кроме черты Джокера. А серебряные черты будут рандомизированы. И Bronze Circle. Это следующие 45% участников. Бронзовые черты будут рандомизированы. 6 Джокеров будут распределены случайным образом. Механика IDO будет такая. Во время продажи на аукционе будет выставлено 100 миллионов токенов. Это 2% от общего предложения. Описывают, как и в предыдущих IDO в стиле манго будет проводиться продажа в 3 этапа. Я лично не участвовал в таких продажах, скажу честно. Это будет первый раз. Лично я верю, что на это можно хорошо заработать. Первая фаза это внесение взноса. То есть у участников будет 24 часа, чтобы вносить свой USDC в хранилище смарт-контрактов. То есть мы можем как вносить, так и выносить из него. На этом этапе можно будет увеличивать или уменьшать ставки. Далее вторая фаза это льготный период. То есть фаза в течение следующих 24 часов после продажи. Участники смогут отозвать свой USDC стейблкоин, если сочтут цену токена слишком высокой. На этом этапе дают возможность забрать свой депозит. При этом дают понять, что цена токена будет рассчитываться в режиме реального времени. В течение всего срока действия IDO. И будет зависеть от суммы депонированных USDC по отношению к размеру суммы токенов ART. В данном случае это 100 миллионов токенов. И последняя, третья фаза это период распространения. У участников будет 1 месяц, чтобы выкупить купленные токены на свои кошельки вместе с NFT от коллекции ART IDO. В токеномику сильно углубляться не буду. Здесь мы видим 100 миллионов токенов, 2% которые предоставят на IDO. Total supply 5 миллиардов токенов. Первое циркулирующее предложение будет 350 миллионов токенов. Также у нас есть приват раунд, паблик сейл, команда, адвайзерс, ликвидити, экосистемы, трежери. Также у нас есть схема разлоков, циркуляции. Нам интересно, вот здесь предоставлена информация по разлокам. И получается то, что будет предоставлено на IDO, оно будет разблокировано сразу все 100% токенов. Ну и здесь мы видим, что у приват раунда будет год заблокированных средств CLIF. У сидов и стратегических 1,5 года. И у команды адвайзерс 2 года. И в дальнейшем у них у всех линейный разлок в течение 2 лет. Выглядит все достаточно нормально, интересно, по хорошему стандарту. Что мы делаем дальше? Дальше мы проходим KYC на сайте idio.all.art и получаем свой Civic Pass. Ставим напоминалку, чтобы не пропустить на определенное время. Вносим свой вклад, минимум 200 долларов на IDO. Получаем свои ART, NFT и подарок. Входим в метавселенную, получаем возможность и привилегию. Также, прежде всего, заходим в Discord, подписываемся на их Twitter, Telegram. Возможно, будет учитываться ранняя подписка, плюшки какие-то. Когда мы попадем в Discord, верифицироваться в ветке мы не можем, потому что здесь ничего нет. Следует перейти в ветку роли, Rolls Setup, и выбрать себе определенную роль, которая соответствует вашему интересу. Ролей здесь достаточно много, широкий выбор, найдется место для всех. Здесь есть художники, продюсеры, фотографы, музыканты, саунд-дизайнеры, актеры, скульпторы, писатели, коллекционеры и ценители искусства. После того, как мы выбрали себе роль, идем дальше, ознакомимся со всей информацией и взаимодействуем с проектом. Для того, чтобы пройти KYC, нам нужно в первую очередь подключить наш кошелек. В моем случае я подключаю кошелек Phantom. Подтверждаем подключение, нажимаем «Попасть в белый список». Ставим галочку и скачиваем себе на телефон с Google Play или App Store приложение Civic, с помощью которого будем проходить верификацию. Либо копируем ссылку себе на телефон, либо же вручную находим его. Нажимаем «Продолжить верификацию». Продолжить. Появляется QR-код. Далее переходим в приложение. Мы настроим сейчас приложение, после чего будем сканировать наш QR-код. Нажимаем «Next», «Создать аккаунт». Подключаем Google Диск. Ниже крутим здесь мы галочку ставим. Нажимаем «Продолжить». Соглашение. Здесь вводим нашу почту. Жмем «Продолжить». Жмем «Продолжить». Далее нам на почту приходит код. Его вводим и продолжаем. После этого нас просят указать номер телефона. Указываем номер телефона. После чего нам также предложат ввести код из SMS. Вводим код и продолжаем. Все, данные введены успешно. Разрешаем использование камеры. Там, где требуется сделать селфи, делаем двойной дистанции селфи. Сначала издалека, потом ближе по контуру лица. Сейчас нас просят создать имя пользователя. Создаем пин-код для приложения. Все, аккаунт создан. Здесь мы видим ник пользователя и почту. Нажимаем «Сканировать QR-код». Сканируем QR-код со своего монитора. После этого нас перекидывает, где будет возможность добавить свой документ. Нажимаем «Добавить». Изучаем соглашение, подписываем, если все устраивает. Далее переходим. Выбор документа. Я выбираю паспорт, как российский, так и загранник в первом разделе. В моем случае прошли верификацию в течение 5-10 минут. Для тех, кому непонятно, как на образццена рисовано, нужно попасть в контур данной рамки, страницу в паспорте с фотографией и данными, ровно, четко по контуру, чтобы страница попадала в обзор этой рамки. Затем зафиксировать, и он сам сфотографирует ее. И все, мы ждем подтверждения верификации. Мы можем закрыть это окно, страшного ничего не произойдет. Наши данные уже подтянулись, и мы ждем подтверждения верификации. Наблюдать это мы можем в своем кабинете. Там, где у нас имя пользователя, там же у нас и ID документ. Будет написано «Pending». Как только мы пройдем верификацию, будет написано «Verify». Сейчас увидите. После этого нам нужно будет зайти в ID документ, увидеть наши данные, проверить их, что все совпадает, и нажать «Submit отправить». Все, верификация пройдена. Если у вас на мониторе пропал QR-код, вы можете обновить страницу, подключить снова кошелек, подписать снова соглашение. Когда появится QR-код, отсканировать его по новой. После чего данные синхронизируются, подтянутся друг к другу. Нажимаем «Авторизоваться». Нажимаем «Продолжить». Здесь мы подписываем пустую транзакцию. Она не будет иметь никаких затрат. В моем случае кошелек абсолютно новый и пустой. Я подписал транзакцию. Все. Все, верификация успешно пройдена. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, обзор был полезен. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если есть что-то сказать, высказывайте в комментариях. Делитесь опытом. Будем рады. Спасибо. Всем пока.